Первичная медико-санитарная помощь, как она организована у нас в республике, об этом мы будем говорить сегодня. Сегодня это программа «Здоровье». Я, Бария Убрунская, приветствую вас всех. Здравствуйте. Спонсор проекта «Здоровье» на канале РГБК Дагестан по-прежнему наш друг, товарищ и партнер – многопрофильная клиника Джамси. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы начинаем наш эфир. 27 июля мы работаем для вас в прямом эфире 694472. Первичная медико-санитарная помощь. То есть, все, что касается доврачебной медико-санитарной помощи, первичной и врачебной, именно об этом мы будем говорить с заместителем министра здравоохранения республики, врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук и заслуженным работником здравоохранения Раисой Нормановой Шахсиновой. Раиса Нормановна, спасибо, что вы сегодня с нами. Давайте начнем, наверное, с того, что входит в первичную медико-санитарную помощь, вот чтобы было понятно, вокруг чего мы будем строить беседу. Добрый вечер, спасибо за приглашение на передачу. Первичная медико-санитарная помощь – это медицинская помощь, которая оказывается первичным звеном здравоохранения. Что входит в первичное звено? Это наши врачебные амбулатории, участковые больницы, фельдшерские пункты и фельдшерско-акушерские пункты. Цель первичной медико-санитарной помощи – это раннее выявление патологии, в том числе особенное внимание уделяется раннему выявлению онкологической патологии, кардиологической патологии, а также профилактика, недопущение осложнений и пропаганда здорового образа жизни, а также своевременная маршрутизация пациентов с выявленной патологией на тот этап медицинской помощи, который необходим пациенту для оказания специализированной уже медицинской помощи. В первичном звене в основном у нас работает среднее звено, в участковых больницах врачи, а в основном в фельдшерских пунктах и фельдшерско-акушерских пунктах работают специалисты со средним медицинским образованием – это фельдшеры, акушеры, медсестры, акушерки. И у акушеров задача – своевременное взятие на учет беременных женщин и своевременная маршрутизация их на тот уровень оказания медицинской помощи, где необходимо быть этой пациентке. А фельдшер занимается профилактической работой, выявлением групп риска на онкологические заболевания, на кардиологические заболевания, вакцинация и диспансеризация. Скажите, вот всегда было интересно, с начала 90-х, когда не стало огромной вообще страны, большие кризисы пережили мы все, кто проживал этот период, и стало гораздо меньше, катастрофически изменилась ситуация с организованным населением, заниматься всеми этими программами стало намного сложнее. Насколько на сегодняшний день с того периода система здравоохранения, на ваш взгляд, она адаптировалась и вот уже решает задачи в этой ситуации, когда нет огромных коллективов, когда нет возможности все это под контролем, подучетно проводить? Да, эта проблема на самом деле существует, и для решения этих проблем у нас появились новые информационные технологии, и каждый пациент, каждый человек вносится, кто получает медицинский страховой полюс, они вносятся в единую базу данных. И при получении страхового полюса, допустим, страховая организация, она может, независимо от того, человек где-то работает или не работает, любую информацию до этого пациента довести, то есть пригласить на диспансеризацию, допустим. Конечно, диспансеризацию удобнее проводить в организованных коллективах, направить бригаду и там полностью их провести. Но, к сожалению, очень большое количество населения, они не находятся в этих организованных коллективах. Есть, кто занимается частным предпринимателем, индивидуальным предпринимателем, но в любом случае все люди... Модная сегодня удаленка. Да, на удаленке на самом деле. Все люди входят в эту базу, в единую медицинскую информационную систему. Те люди, которые имеют страховой полюс, у нас и работающие, и неработающие население имеют страховой полюс. Поэтому, если мы хотим провести среди этой категории какую-то профилактическую акцию или мероприятие какие-то, то мы по плану, у нас формируется план, значит, есть определенные группы возраста, которые необходимо регулярно приглашать на диспансеризацию. И вот в последнее время мы используем информационную систему для того, чтобы через госуслуги информируем, через СМС-сообщения, через телефоны. Сообщения рассылаем населению о том, что необходимо явиться на диспансеризацию, на вакцинацию. В общем, вот таким образом работаем с населением. А также периодически проводим акции. Акции выходного дня, допустим. Ну, это есть население... Да, вот наш Республиканский онкологический центр очень хорошую акцию проводит. Это по субботам, выходной день, когда работающее население, занятое население не может, допустим, выбраться в рабочие дни к врачу. А вот по субботам... Пока ничего не валит, для профосмотра они могут прийти. Да, мы приглашаем. И, кстати, очень много патологий нам удается выявить. Это не зря проводятся, эти мероприятия, потому что есть результат. К сожалению, да, есть результат. Мы выявляем вовремя. И, как вы все знаете, на первой-второй стадии онкологическую патологию возможно лечить, если своевременно принять необходимые меры. И вот эта акция, она вошла в число передовых технологий. И был конкурс между регионами СКФО, и мы заняли первое место в этом конкурсе. На самом деле, это такое дело замечательное. Раиса Нармановна, скажите, пожалуйста, насколько уместно будет, воспользовавшись эфиром, давайте напомним нашим зрителям по поводу диспансеризации. Во сколько лет? И какая именно диспансеризация по полюсу МЭС? Совершенно бесплатно. Ну, бесплатных вещей не бывает, платит федеральная служба страховая. Как может человек пройти эту диспансеризацию у себя, в участковой поликлинике? Ну, диспансеризация, она делится на взрослую и детскую. Детская диспансеризация уже на протяжении последних четырех лет проводится во всех возрастных группах. Раньше были категории детей, это декретированные возраста называлось. Декретированные возраста это те дети 0, 1, 2, 3 года, а также те дети, которые поступали в школу или в садик, допустим, это 6-7 лет дети. А также дальше идет 10 лет, 14, 17 лет от подросткового периода дети. Вот они входили в декретированные группы. Сейчас по приказу Минздрава России, 514-й Н-приказ, все дети всех возрастов один раз в год обязаны пройти диспансеризацию. Единственное, что в каждой возрастной группе приказа Минздрава России утверждено, какой объем исследований, какие консультации, каких специалистов необходимо пройти. И в разных возрастах этот набор специалистов и набор исследований, которые необходимы пройти, они разные. Но проводить один раз в год обязаны все. Один раз посетить врача своего участкового педиатра. Консультация участкового педиатра обязательна. А вот набор других уже исследований, а также консультаций специалистов по мере необходимости. А взрослые? Взрослые с 18 лет плюс 3 года. Каждые 3 года. 18 плюс 3, да, это 21. 24 и так далее. Плюс 3, да. Через каждые 3 года один раз проходит. То есть без каких-то симптомов, без проблем. Человек имеет право полностью прийти и сказать, я хочу пройти диспансеризацию. Диспансеризацию и на всякий случай по органам и системам пройтись и убедиться, даст Бог, что все хорошо. Диспансеризация проводится вначале просто общей анализы и общий осмотр специалиста. Если уже в общих анализах и после консультации терапевта отклонение, дальше уже более углубленная диспансеризация. Особенно проводится у нас углубленная диспансеризация лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Потому что, как вы знаете, коронавирусная инфекция, она влияет на все органы и системы. Особенно это сердечно-сосудистая система, нервная система. Да нету, наверное, системы, на которую не влияет. Да, но вот чаще всего развивается кардиологическая патология, учитывая то, что там нарушение кровеносной свертывающей системы крови происходит. А также нервная система поражается непосредственно, нервные окончания повреждаются этим вирусом. И углубленная диспансеризация лиц, работающих в организованных коллективах. Вот эти три группы, которые углубленно проходят диспансеризацию. А остальные группы, они проходят общую диспансеризацию. Если какое-то заболевание выявлено или подозрение, тогда уже дальше по показаниям врача-терапевта они проходят уже других специалистов и другие исследования. Раиса Нормановна, заявленная вот такая масштабная модернизация здравоохранения в республике, именно первичного звена. Что происходит в этой сфере? Потому что очень много проблем было, особенно в сельских местностях. Где-то были ФАПы, которые вообще никакой критики не выдерживали. В очень многих поселениях ФАПов вообще не было. Людям за первую помощь, за элементарно, да, срочно обратиться к врачу. Надо было там на попутках, на перекладных своими силами довозить за много километров. Вот сегодня ситуация, насколько она меняется и какие есть возможности? На момент начала реализации мероприятия по программе модернизации первичного звена в республике Дагестан в шести населенных пунктах не было медицинских организаций первичного звена. На данный момент в этих шести организациях есть уже эти фельдшерские пункты. Они были построены в 2020 году за счет модульных конструкций быстровозводимых. И в два села были закуплены передвижные мобильные комплексы, передвижной ФАП. То есть на данный момент в республике Дагестан нет населенного пункта без медицинского пункта. Давайте напомним нашим зрителям, что мы говорим о горных территориях, труднодоступных, где это было совершенно жизненно важно и необходимо. И безусловно, вот в нашей республике, учитывая труднодоступность, горный рельеф и горные территории, это практически 60% у нас предгорь и горы, до 40% у нас равнина составляет. У нас очень важно именно выездные формы работы. Это я вот о передвижной мобильной комплексе говорила. Мы закупали еще в 2019 году 15 передвижных мобильных комплексов. Это ФАПы, это как медицинские такие передвижные на базе КАМАЗов, передвижные комплексы, где есть все необходимое для оказания первичной помощи. И эти ФАПы, они выезжали, и вот они находятся на базе ЦРБ, центральных районных больниц, и они выезжают в населенный пункт, допустим, если там собирается население, и там проводят, вот врачи там собираются, центральные районы больницы, и проводят осмотр и диспансерный профилактический осмотр населения. И у нас по программе модернизации с 2021 по 2025 годы запланировано строительство и создание 141 медицинского учреждения. Это в основном ФАПы и фельдшерские пункты. Значит, 141 организацию планируем создать и ввести в эксплуатацию. Среди них это две поликлиники в городе Махачкале, там 4 врачебные амбулатории, остальные ФАПы. Это вот запланировано всего или осталось создать? Это всего с 2021 по 2025 годы. Затем запланировано провести капитальные ремонтные работы 279 медицинских организаций, также 23 учреждения подлежат реконструкции, также они вошли в программу модернизации. Затем закупка оборудования, закупка автотранспорта. Около 700 единиц автотранспорта планируется до конца 2025 года закупить. И 2700 единиц оборудования. Ну, конечно, уже и в 2021 году мероприятия были проведены, и все запланированное было закуплено. И в 2022 году уже практически все контракты состоялись, там только по оборудованию один контракт еще в работе, остальные уже контракты у нас состоялись. То есть до конца этого года то, что было запланировано, тоже планируем. Ну, завершите ровно в срок и в том объеме, в котором мы это планировали. Проблемы были у нас с автотранспортом, потому что вся Россия закупала автотранспорт, и, видимо, это предприятие, которое производит российский автопром, но мы закупаем российские автомобили. И те предприятия не успевали за тем потоком, за спросом, да, не успевали. И, как вы знаете, вот в начале этого года цены поднялись, и мы-то планировали саму программу, и цены закладывали тех лет, которые были до модернизации, до 2019 года цены, а в 2022 году резко цены в начале года поднялись, и были очень высокие риски, что мы не успеем реализовать этот автотранспорт, о чем мы неоднократно Минздрав России сообщали, и не только мы, все регионы об этом говорили. И поэтому в этом, вот сейчас с июля месяца, уже, значит, эти цены отрегулированы государством, и сейчас уже эти у нас вот закупки идут, как раз, в общем, в это вмешались уже Минздрав России, Министерство промышленности, Министерство экономики, в общем, чтобы мы успели в срок эти мероприятия реализовать. Я думаю, что это удастся. Скажите, Раиса Наримановна, когда мы говорим о автомобилях, ну, в первую очередь, на ум приходят наши скорые. То, с чем сталкиваемся, вот такое вот передовое звено, да, это в амбулаториях, поликлиниках сидят врачи, и вот в самых острых состояниях это скорые. Очень много вопросов возникает по поводу того, когда приезжает скорая, потому что небольшой вот всплеск, а уж тем более, когда большой середине там лета ротовирус, осенью, весной это инфекции простудные, скорую дождаться сложно, в той же Махачкале это большая проблема. Ситуация на сегодняшний день. У нас звонок в студии, обязательно после него я попрошу вас ответить. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы и ваш вопрос? Я из Таратова. Вопрос у меня такой. Раиса Нариманна. Вот что, Нариманна. Вы только что сказали, что в 7-й национальном пункте Дагестана укомплектованы их и все равны, и все там. Доказанскому району я села джурмачи. Медсестра там, ильзавшат, живет в Махачкале. Если раз вас показывает, это хорошо. Значит, этот махачный пункт вы тоже считаете, что укомплектован медработникам? Ну, конкретно по этому населенному пункту мне надо информацию уточнить. Вы можете контактные данные свои оставить. Оставьте телефону режиссеру, вас позвонят, когда разберутся. Поднимем информацию, затребуем от главного врача и дадим вам подробную информацию. Если вы хотите получить ответ на этот вопрос, перезвоните, пожалуйста. Сейчас возьмет трубку оператор, режиссер на звонке. Запишут ваш телефон, я передам его Раисе Нарименне. И по поводу ситуации в селе джурмачи до Хадайского района вам обязательно ответят. Буквально на пару минут мы уходим на рекламную паузу. После этого сразу ситуация со скорыми в Махачкале. Насколько можно ждать, что осенью, вызывая, не дай бог, скорую, каждый из нас сможет увидеть ее вовремя. Обязательно подключайтесь к эфиру 694472. Мы переключаемся на рекламную паузу. Не уходите, будет много интересного. Итак, у нас продолжается эфир 694472. Вы тоже можете к нему подключиться. Работа первичного звена наших поликлиник, нашей скорой помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, модернизации здравоохранения в этой области. То, что мы обсуждаем сегодня заместителем министра здравоохранения Республики Дагестан Раисы Наримановны Шахсиновой. Раиса Наримановна, мы остановились вот до того, как человек до нас дозвонился, мы остановились на вопросе работы скорой помощи. Насколько сегодня эта служба вот в той же самой Махачкале, город Миллионник практически, если взять, не юридически там 700 с чем-то прописанных, а по факту здесь миллионы больше живет. Правильно? И вот насколько наша столица обеспечена скорыми. И меня, конечно, интересует не только столица, но и самые отдаленные участки республики, но вот в первую очередь столица. На самом деле эта проблема, она особенно оголилась во время пандемии. Да. И когда и врачи болели, и не хватало и специалистов на выезды, населения в большом количестве, вызовов было масса, не успевали, конечно, выезжать, и по времени не успевали, и по количеству не успевали. И в настоящее время, когда мы уже поняли, какая проблема у нас возникла, мы этот вопрос поднимали о нехватке бригад скорой помощи, о нехватке машин перед правительством, в том числе Российской Федерации. И вот в Совете Федерации с участием главы и правительства нашего было проведено заседание. На таком уровне решилось. Потому что на тот момент, когда этот вопрос решался, согласование каждого нового штата должно было проводиться в соответствии с соглашением между правительством Республики Дагестан и Министерством финансов Российской Федерации. Должно было проводиться по разрешению Министерства финансов Российской Федерации. Поэтому для того, чтобы... Почему у нас такое соглашение было? Это во всех дотационных регионах заключается соглашение о неувеличении штата, учитывая дотационность. Давайте мы продолжим. У нас приоритеты после звонка обязательно. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Откуда вы дозвонились? Я в городе Махачевы. Садовод, что садовод, Алим Алим Алимадович, вот такой вопрос хотел бы предпринять правительство Алимадово. Они пустили весь Чирский район Ленинген на ступительные в одной политике, которые в городе Шитововой. И для того, чтобы анализы дать, на прием прийти, это целая промеряна. Мы пять часов утра записываемся сами. И еще один такой вопрос. Как может в одной поликлинике государственной быть два заведующего, сын и мать, чужие, которые никак отсюда не убирают? Это, вероятно, идет речь о восьмой поликлинике города Махачкалы. Значит, учитывая высокую нагрузку и большое число населения, прикрепленного к этой территории, в том числе и поселок Ленингент, они обслуживают. И поселок Семендер туда обращается. Вот, значит, в программу модернизации включено строительство новой восьмой поликлиники. Значит, у нас в Семендере и в Ленингенте мы две поликлиники. То есть она будет расширяться? Будет новая поликлиника. Когда правильно сказал вот человек, который он сегодня позвонил нам, наш зритель, значит, о том, что она сборно-счетовая. Вот. И на самом деле таких учреждений, медицинских организаций у нас очень много в республике. Когда мы только программу модернизации писали, значит, потребность, вот, финансовая потребность, если мы хотели бы полностью все здравоохранение улучшить, первичное звено в республике, нам понадобилось более 70 миллиардов рублей. Но после того, когда все этапы согласования мы прошли, и Минздравом России были определены средства, которые они будут выделять регионам, к сожалению, нам 6,5 миллиардов, дальше 6,5 миллиарда нам дали. То есть, получается, всего лишь 30% от нашей потребности, даже не 30, а меньше, всего лишь от того, что мы требовали, от того, что необходимо было республике. Мы не смогли... Это жизненно важно. было строительство новых поликлиник, новых ФАПов, новых учреждений первичного звена. Но, к сожалению, не на все мероприятия нам выделили финансирование, скорее всего, в силу ограниченности бюджета. То есть, вот этот конкретный... Вот этот конкретный... Вот эта конкретная медицинская организация, она включена в программу модернизации в этом году. Вот в этом году она будет построена за счет быстровозводимых модульных конструкций. Идет работа сейчас по подготовке. Значит, две поликлиники, это Семендер и Ленинкент. Ой, не Семендер, да, да, Семендер и Ленинкент. Две поликлиники. А то, что человек говорит, что там двое заведующих, насколько это? Нет, там двое заведующих. Нет, там структура следующая. Есть главный врач и есть заведующие поликлиническими отделениями. Ранее эту поликлинику возглавляла мать этого главного врача. Сейчас она не работает, она заведующая. Там ее сын работает. Но она врачом работает там, она не заведующая там. Там один главный врач. Он не называется заведующий, он называется главный врач. Один главный врач. Понятно. Давайте вернемся. Ну, выглядит это довольно странно, да, как наследование. Но, тем не менее, кадровая политика в правовом поле Минздрава вы решаете так, как считаете нужным. Раиса Наримановна, по поводу скорых в Махачкале, вот давайте продолжим все-таки ситуацию. Да, был вынесен вопрос на рассмотрение Совета Федерации. Мы нашли поддержку. Вот как раз Валентина Матвиенко участвовала тоже в разработке этого проекта вот по увеличению штатной численности бригад скорой помощи у нас в республике. И мы достигли взаимопонимания. И на самом деле была оказана помощь. И нам дали эту возможность открыть новые штаты. Ну, в настоящее время та потребность, которая была необходима, в настоящее время она обеспечена. И вот во всех районах и городах эти ставки распределены. И, значит, автопарк, конечно, обновился, но не так, как мы хотели. Вот, значит, потребность у нас была где-то 800 с чем-то машин, да, обновить необходимо было. Вот. Ну, сейчас более 200 мы обновили. Еще дальше этот процесс продолжается. Но скорой помощи не входит в программу модернизации. В рамках программы модернизации закупаются автомобили для доставки пациента в медицинскую организацию, для доставки врача к пациенту, а также для перевозки биологических жидкостей, ну, то есть анализы возить, да. Вот. Скорой помощи не входит в эту программу. Скорой помощи у нас вот каждый год закупаются как за счет федерального, так и за счет республиканского бюджета. Вот. Ну, по мере выделения финансов мы закупаем, обновляем автопарк. Раз уж мы стали говорить о анализах, вот, ситуация, когда со всех больниц возили анализы, она и сейчас такая, да, вот Буинакский, единую клинику, как она про них, я когда ее, клиника диагностической лаборатории. Вы спрашиваете, она работает или нет. на сколько следовало? Ну, ЯКДЛ, они в рамках ОМС работают, они получили объемы, государственные задания, в рамках ОМС они оказывают эту помощь, да, бесплатно. Какой-то объем исследований проводят бесплатно. Те исследования, которые не могут быть проведены в наших организациях государственных, эти исследования проводятся в этой единой лаборатории. По поводу оборудования, потому что медицина так вот прям семимильными шагами идет вперед, да, и насколько оборудованы хотя бы приблизительно по современным меркам наши ФАПы, те же в труднодоступных районах, вот чем они оборудованы, чем располагают те же фельдшеры и акушеры в отдаленных районах и селах? Ну, безусловно, для наснащения учреждений первичного звена высокотехнологичное оборудование нет необходимости. Там нет специалистов, которые на него будут работать. Там специалистов нет. Главная задача этого ФАПа и этого фельдшера и медсестры, которые там работают, это профилактика, это диспансеризация, раннее выявление и вакцинация. То есть элементарный набор оборудования. Значит, это обычная там мебель медицинская, а также этот электрокардиограф бывает на ФАПе и там стетоскопы, фаэндоскопы, термометры. Ну, такой элементарный набор, минимальный набор. Там же на самом деле невозможно никаких высокотехнологичных методов проводить, потому что нет специалистов, нет специализированной медицинской помощи. Наши поликлиники, городские поликлиники, райцентров поликлиники. Наши поликлиники оказывают специализированную первичную медикосанитарную помощь, где уже есть узкие специалисты. В рамках программы модернизации запланирована закупка в эти поликлиники, там, где оказывается специализированная медицинская помощь, где есть специалисты, неврологи, кардиологи, эндокринологи, онкологи. Значит, запланирована закупка, как я уже сказала, более 2700 единиц оборудования. И в этом году тоже уже эта закупка проходит у нас оборудование. Туда что входит? Ну, современные дескопические оборудования, холтер, потом электроэнцефалографы, потом рентген оборудование, ультразвуковые аппараты. Это все будет за счет программы модернизации закуплено и поставлено. Скажите, ведь нет тех международных связей, которые были до сих пор, до февраля этого года, то есть с закупками, насколько эти вопросы удалось решить? Ну, я выясняла, на сегодняшний день таких проблем у нас нет. Все контракты, которые были запланированы, кроме одного, они все реализованы. Здорово. 69-44-72, первичное звено, поликлиники, ФАПы, скорые помощи, работа участковых, все, о чем мы говорим сегодня, подключайтесь к обсуждению, готовьте ваши вопросы, пока смотрите ролик нашего партнера, спонсора проекта Здоровье на канале РГБК Дагестан, многопрофильной клинике Джамси. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова пункты. То есть все, что касается первичного звена, те же скорые помощи. Нас консультирует по всем этим вопросам заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан Раиса Наримановна Шахсинова. Раиса Наримановна, мы не можем не поговорить на такую тему, как прививки. Потому что антипрививочное настроение в Республике, к сожалению, не могу сказать, всегда были сильны, но они были. И вот с тех же 90-х они усилились очень. И никакой ковид не переубедил людей в том, что надо или не надо делать прививки своим детям. Что происходит сегодня? Насколько в процентном соотношении охвачено детское население, наши дети дагестанские прививками, всеми необходимыми по плану, по протоколу? Очень беспокоят нас медицинских работников, педиатрическая служба, особенно отказа родителей, и рост числа отказа родителей от прививок, от вакцинации. С каждым родителем проводится разъяснительная беседа и разъяснительная работа. И неоднократно, причем, с одним родителем несколько раз приглашают, беседуют, разъясняют, для чего это необходимо. Но, к сожалению, число отказов растет, несмотря на это все. И новая коронавирусная инфекция тоже показала, несмотря на то, что мы думали, что вроде бы должны эти настроения измениться, да, но, к сожалению, не вознило это должного эффекта. Даже очень большое количество отказов от самой прививки от коронавирусной инфекции тоже имеется. И, значит, нашими педиатрами проводятся как вот ежедневные такие беседы с родителями, так мы и акции проводим. Буквально недавно проводили этот «Подари мне жизнь» в рамках акции. Проводили вот на площадке перед товарским театром. Говорили родителям, значит, о необходимости вакцинации, какая польза, какой вред, какие осложнения могут быть, если не сделать эту прививку. То есть, если сделать прививку, то ребенок защищен будет от большого количества управляемых инфекций. И иммунитет ребенка будет сам бороться. Не надо будет никакие лекарства применять и никаким врачам обращаться, если иммунитет ребенка будет бороться сам с любой самой опасной инфекцией. Но есть перечень управляемых инфекций, от которых обязательно нужно делать прививку. Если количество людей будет увеличиваться непривитых, то мы будем каждый год то в одной вспышке, то в другой вспышке будем тонуть просто. Чего стоят одни только вспышки кори? Ну да. У нас вот до ковида были, сколько раз бывали вспышки кори. Ковид почему чуть-чуть приостановил? Потому что было разъединение населения, вот эта дистанционная... Люди сидели по домам. Да, социальная дистанция. Все равно как-то были ограничены перемещения, да. И соблюдали в том числе гигиенические мероприятия, да. Вот это мытье рук, вот эти маски, перчатки. Все равно определенная часть населения постоянно... Вот что научил нас ковид, так это дезинфекцию рук постоянно проводить. Вот. И дезинфекцию помещения. Безусловно, это тоже сыграло свою роль. Вот. Но сейчас вот, допустим, вспышки опять кишечных инфекций идут, да. Потому что опять этот... Немытые овощи, фрукты, руки. Если ребенок привит от управляемых инфекций, его иммунитет работает напряженно и против других инфекций тоже, от которых он не привит. Вот. И чем больше будет привитых детей, тем больше будет коллективный иммунитет. И, допустим, вирус попадает в организм ребенка, иммунитет борется с этой инфекцией, и дальше вирус не распространяется. Вот. А если у ребенка нет иммунитета, нет защиты, соответственно, он будет выделять этот вирус и зарушать большее количество людей. То есть механизм вот такой, да. Я очень часто слышу, почему я отдаю вот в садик, в школу ребенка, я провела ребенку все прививки, почему мой ребенок должен рисковать и учиться вместе с непривитыми детьми. Ну, вот. Такая ситуация. Да. Очень надеемся, да, что родители все-таки примут решение в пользу здоровья и жизни ребенка. На самом деле, есть дети, которые, допустим, если не привисли от полиэмилита, какие страшные осложнения за собой несет полиэмилит. Ребенок остается инвалидом на всю жизнь. А вакцина помогает спокойно предохранять этого ребенка и спасти как бы от возникновения вот такого страшного грузного заболевания. Корь. Вот мы говорим корь. Она, на самом деле, были осложнения, и менингит, и пневмония, вот коревая пневмония, коревой менингит, вплоть до летальных исходов. У нас никогда не было, чтобы от коклюша дети умирали. У нас вот сегодня мы обсуждали смертный случай от коклюша. Давно такого не было в Дагестане и в России, что, значит, полиэмилит был, чтобы коклюш... Мы сейчас регистрируем то, что раньше по книгам студенты изучали. Это все прививки есть. Это все прививки, от этого всего есть прививки. Да, когда есть коклюшно. Сделать один раз по у нас календарю, и все, на всю жизнь ребенок защищен от прививки. Ой-ой-ой, извиняюсь. На всю жизнь ребенок защищен от инфекции и от этой болезни. Ваша камера, Рейсна Ременовна, ваша, не знаю, как вы хотите это сформировать, сформулировать призыв к нашим зрителям, либо обращение к коллегам. Ваши пожелания, зрители? Прежде всего, всем нашим зрителям хочу пожелать крепкого здоровья. И прошу всех, чтобы вовремя обращались к медицинским работникам. Один раз в год проходили диспансеризацию, вакцинацию проводили детям по национальному календарю. Это поможет предотвратить очень многие страшные болезни. Желаю всем самого лучшего, крепкого здоровья, кавказского долголетия, что называется, чтобы меньше обращались к врачам по болезням и чтобы больше обращались за проведением профилактических мероприятий. Здорово звучит, на самом деле. Очень хотелось бы, чтобы наше мышление повернулось вот в эту сторону, и мы больше занимались профилактикой, а не лечением. Спасибо большое за участие в эфире. Уважаемый телезритель, который звонил из Саратова по поводу села Зурмачидах, Адаевском районе. Просьба все-таки дозвониться и оставить ваш телефон. Вам наберут. Да, мы выясним ситуацию и полностью доложим, разъясним премии, меры необходимые обязательно. Спасибо всем, кто принимал сегодня участие в эфире. Спасибо группе, которая всегда остается за кадром. Это наш замечательный оператор, режиссер, звукорежиссер, инженер. Всем огромное спасибо в этой студии. Уважаемые телезрители, увидимся ровно через неделю. Я, Бария Тубрынская, прощаюсь с вами. Берегите себя. Мне нравится, что есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok